Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Формула любви. В Бавруйске проходит фестиваль поддержки семьи, материнства и детства. Самодействие церкви, государства, государства и церкви в этом направлении очень важно и оно приносит добрые плоды. Что в программе? Гром среди ясного неба. На пятницу в стране снова объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Если гроза застала вас на улице, то срочно ищите укрытие, дом, подъезд, магазин. Где ни на шутку разбушевала стихия. Шаг вперед. Фолькшоу Балет Альянс отметил 25-летие. Вышли полностью в эстрадное и современное направление. Какая новая специальность появится в гимназии и колледже искусств? А также безболезненное импортозамещение, повышенная минималка и дополнительная услуга. В коммуналку могут включить видеонаблюдение в жилых домах, как это будет работать. Импортозамещение и кооперация. Президент встретился с российским послом Борисом Грызловым. Эти позиции в числе других станут темами предстоящих переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Одна из сфер – IT. В нашей стране в свое время сделали ставку на развитие парка высоких технологий и сегодня эта работа продолжается. В конце концов, мы должны склонить наших айтишников к производству готового конечного продукта, а не на побегушках быть у крупных компаний. Да, деньги, да, миллиарды, доллары – все это понятно. Надо делать с нуля готовый продукт и осваивать его здесь на постсоветском пространстве, прежде всего в Балаусе и России. Поэтому есть где развернуться. Да, конечно, нужны будут определенные средства, но это не гигантские деньги. Мы вместе можем найти и не обязательно там где-то по отдельности телепации мы можем в союзном нашем бюджете, это вам знакомо, предусмотреть определенную тематику, определенную и развивать. Поэтому я думаю, что вот кооперация и импортозамещение – это те пути, по которым мы должны сегодня продвигаться. Уже 16 мая российская столица примет лидеров стран ОДКБ. Сами посвящен 30-летию объединения. После ожидается встреча президентов Белоруссии и России. Сомнительный соискатель. В Бавруйске судебные эксперты установили подозреваемого в краже по отпечатку руки на двери. О пропаже кошелька со 100 долларами и украшениями из офиса заявила местная жительница. Женщина признала, что оставляла кабинет без присмотра. Со слов сотрудников, в тот день на собеседование приходил мужчина. Он и мог присвоить вещи. При их дальнейшей проверке установлено, что один из следов оставлен ранее судимым за кражу жителям города Осиповичи 1964 года рождения. Данную информацию судебные эксперты незамедлительно передали сотрудникам милиции. Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Счастье в детях. В Бавруйске проходит международный семейный фестиваль. Среди почетных гостей – митрополит Минский и Заславский Вениамин. Форум проводится уже в десятый раз. О будущем задумалась и Карина Гуревич. Уже в десятый раз фестиваль поддержки семьи, материнства и детства проходит в нашем городе. Среди почетных гостей – патриарши Экзарх всея Беларуси. Открывает форум молебен у иконы Бавруйской Божьей Матери Адегитрия. Ее копию преподносит в дар митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину. Следующая локация – театр драмы и комедии. Здесь презентуют себя семьи из шести белорусских городов. Одни демонстрируют кулинарные способности, другие – творческие. Но самое главное – взаимопонимание и уважение как у детей к родителям, так и наоборот – в подарок велосипеды «Аэст». На этом фестивале мы представляем город Бавруйск. Мы воспитываем трех дочерей – Ева, Александра, Ульяна. Я, наверное, повторю слова из стихотворения, которые мы презентовали. «Смех детей в нашем доме. О чем можно еще мечтать?» В зале представители не только белорусской, но и российской стороны. На пленарном заседании поднимают важнейшие вопросы, которые касаются каждого. Стабильность семейных отношений, рождение и воспитание детей, здоровый образ жизни и преемственность поколений. Человек, пройдя десятилетия своей жизни, всегда возвращается к тому, что было близко и дорого семье в детстве. Поэтому очень важно, конечно, нам обращать внимание на то, чем живет современная семья. Сейчас для укрепления семьи делается много, и взаимодействие церкви, государства, государства и церкви в этом направлении очень важно, и оно приносит добрые плоды. Дальше в программе – дискуссионные площадки. В списке тем охраны репродуктивного здоровья, воспитания молодежи поднимают здесь и вопрос семейных ценностей в современном информационном пространстве. Интернет влияет на подрастающее поколение, и задача взрослых – направить ребят на верный путь. Защита наших детей, их сознания, защиты брака как союза между мужчиной и женщиной, защита и недопущение вмешательств в неоправданных дела семьи – все это могло бы стать основой для сотрудничества двух наших стран тем фундаментом, который бы нас еще объединил, еще сблизил. Впереди еще два насыщенных дня, и каждый может стать их частью. Времена меняются, каждая эпоха несет с собой что-то новое, прогрессивное. Общество становится более свободным и открытым. Эти факторы оказывают влияние на формирование мировоззрения. Однако в основе по-прежнему должны лежать любовь, доверие и взаимопомощь. Создавать и оберегать будущее – желание каждого зрелого человека. Это подтверждают и цифры. 98% белорусов считают семью главной ценностью в жизни, а каждый третий союз имеет как минимум двух детей. И все же статистика не может измерить счастье. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Минимальная зарплата, чартерный рейс и долгожданный дембель. В Беларуси началось увольнение в запас солдат срочной службы. Громкие сголовки дня далее в специальном обзоре. В республике увеличился размер минимальной зарплаты. Теперь она составляет 480,96. До этого сумма была 457 рублей. Минималка определяет самый низкий порог оплаты труда в стране. Платить своим работникам меньше организации и предприятия не имеют права. Однако норма не действует для договора подряда. В Беларуси началась демобилизация солдат срочной службы. Каждый боец получил воинскую специальность и готов в любой момент стать на защиту Родины. Тем временем в стране продолжается весенний призыв. До 16 мая части планируют суммарно набрать 10 тысяч бойцов нового пополнения. Видеонаблюдения в жилых домах могут включить в коммуналку. Доступ к камерам у подъезда планируется предоставить всем жильцам, чтобы они могли сами проверить, кто заходил, а кто выходил. Присмотреть за машинами на стоянке или играющими детьми. Белавиас 30 мая запускает чартер в Бадрум. Рейсы запланированы один раз в 10 дней. Сезон полета в Турцию открылся еще три недели назад. К слову, компания осуществляет авиаперевозки и в другие курортные города, в том числе Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Анталью. В Бавруйске 13 мая объявлен День трезвости. Запрет на продажу алкоголя будет действовать в течение 24 часов. Исключение розничной торговли в объектах общественного питания в розлив. Традиционная акция направлена на пропаганду здорового образа жизни и профилактику пьянства. Под гнетом стихии в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Днем в Минске непогода стала причиной гибели 38-летней женщины. На нее упало дерево. Прибывшие медики констатировали смерть. Впрочем, стихия успела пройтись по всей стране. В Бавруйске в нескольких местах повалены деревья, оборваны линии электропередачи и снесены баннеры. Если гроза застала вас на улице, то срочно ищите укрытие, дом, подъезд, магазин. Если вы находились в движении в собственном автомобиле, то необходимо прекратить движение, выключить двигатель, закрыть окна и переждать грозу в салоне автомобиля. При этом не дотрагиваться до ручек, не пользоваться мобильным телефоном. До вечера в Могиловской области ожидается усиление ветра с порывами до 33 метров в секунду. Такая же картина будет наблюдаться и в пятницу. В прогнозе дождь, гроза и до плюс 17. «Искусство новика» фольк-шоу-балет «Альянс» отметил юбилей. Заслуженный любительский коллектив Беларуси на сцене уже 25 лет. Полька, кадриль, калинка и хоровод. Репертуар внушительный. Ольга Васенда сменила амплуа. Под марш «Щелкунчика» заслуженный любительский коллектив Беларуси оттачивает технику балетного мастерства. «Альянс» отсчитывает свою историю с 1997-го. Уже четверть века творческим процессом руководит Алексей Лукашевич. Руководить может быть и тяжело. Когда ты живешь коллективом, тогда это все намного проще. Как человек, наверное, на человеческой жизни есть свои трудности, есть свои сложности. Сейчас готовимся к фестивалю государственного «Сорский Карагод». Там съезжаются все лучшие танцовщики Республики Беларусь, естественно, самодеятельных коллективов. Там участвуют и колледжи, и училища хореографические. В основе танцевального репертуара лежит фольклор. Полька, кадриль, калинка, хоровод и пляска. В ансамбле круглый год не прекращается поиск оригинальных идей для постановки уже всем знакомых номеров. Один из парных танцев «Ля Вуниха». Достаточно запомнить пару движений. На вступлении делается скользящий шаг вперед. Затем два небольших на низких полупальцах. Правда, темп должен быть в два раза быстрее. 25-летие «Альянс» отметил на сцене Дворца искусств. На суд зрителей представили 17 номеров под символичным названием «Второе дыхание». За последние два года танцевальная программа коллектива стала по-настоящему разножанровой. «Ушли полностью в эстрадное и современное направление. Решили попробовать что-то новое. На наш взгляд программа получилась очень яркой. Она вся разная». С начала учебного года в гимназии и колледже искусств открывается новая специальность. Здесь ищут будущих актеров и руководителей коллективов. Отбор пройдет в виде экзамена. Необходимо заранее выучить на выбор прозу на русском и белорусском языках, басню и песню. Плюс подготовить танец и театральный этюд. «Можно всегда прийти и продемонстрировать свои таланты, чтобы заранее можно было сказать, стоит ли человеку к нам приходить, профпригоден ли он или, ну так сказать, нужна еще небольшая подготовка». Подать документы можно будет с середины июля и до начала августа. Количество заявок не ограничено. Однако примут только пять человек. Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Это все из событий «К этой минуты». Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»